МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, 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 так. Сергей Александрович Минтгажев, собственный корреспондент ВГТРК в Токио. Сергей Александрович, здравствуйте, спасибо, что у нас есть время. Сергей Александрович, как-то вот расскажите, а что там все-таки произошло? Потому что какая-то клоунада, а не G7, позиции Японии, которую я уже и не очень могу понять, когда куча людей ходит в комнате, где есть слоны, делают вид, что слона нет. Когда привозят людей на место ядерной трагедии, но все тихо и кокетливо молчат, чтобы сказать, а кто ее, в принципе, учудил. Потому что сейчас уже такое ощущение, что это Россия. Советский Союз взорвал ядерные бомбы и Россиями, и Нагасаки. То есть саммиты японцы как оценивают все, что произошло на семерке, которая оказалась и не семеркой, так как туда еще и переехали Индия и Бразилия, а самое главное, аж целого Зеленского привезли? Ну вот да. После того, как привезли целого Зеленского на этот саммит, произошел какой-то... Со стороны это все было очень интересно наблюдать. Прошло такое ощущение, что они находились в каком-то угаре полном. Кроме Зеленского больше ни о чем не говорили. Мы сидели в пресс-комнате и на всех языках мира склоняли эту фамилию. Японцы тоже в каком-то абсолютном ажиотаже находились. То есть этого Зеленского пасли еще до того, как он вышел из самолета, смотрели, как он едет по хайвею. В общем, каждый шаг его отслеживали. И сложилось такое впечатление, что вся вот эта история с Хиросимой, с приездом лидеров на этот саммит, все это какая-то такая огромная декорация для того, чтобы создать пиар одному актеру в прямом и переносном смысле этого слова. И такое ощущение, что у людей понимания этого нет. Потому что Кисида объявил о том, что и премьер-министр Японии Фумио Кисида, что на саммите достигнут огромный успех. Хотя в чем, собственно говоря, заключается успех, сказать сложно. Потому что даже текст итогового заявления этого саммита был опубликован за сутки до его официального завершения именно потому, что после приезда Зеленского уже никого не интересовало. О чем же мы там в итоге договорились по всем этим вопросам. Всякая это sustainable development, как это по-русски даже, я не знаю, точно перенести устойчивое развитие климата и так далее. Все это было неинтересно. Вот какое-то такое странное впечатление остается от всего этого. Насчет Хиросимы, ну это личная идея премьер-министра Фумио Кисида. Как известно, у него родители из этого города. Сам он там успирался, начинал свою политическую карьеру фактически в Хиросиме. Вот. И отдельный такой проект. Ну сразу оговоримся, да, что Япония с самого начала специальной военной операции заняла абсолютно антироссийскую, проамериканскую позицию. И здесь я бы на самом деле еще разделил, что есть Япония, а есть японское правительство нынешнее. Потому что если сравнивать, допустим, с Синзуабы, с правительством, как оно вело себя в этой ситуации, то это небо и земля. Там Токио пытался каким-то образом проводить более-менее самостоятельную политику. Но здесь такое ощущение, что человек полностью впрягся за Соединенные Штаты и делает все, что на 100% соответствует интересам Вашингтона. И в этой ситуации, конечно, сложно было бы представить, чтобы в голове Японии был другой человек. Ну так вот, он решил провести этот саммит в Хиросиме с такой идеалистической идеей, чтобы все лидеры провозгласили цель избавления от ядерного оружия, чего, собственно говоря, не произошло. Потому что никто, кроме Кисиды, про это не говорил. Очень много было публикаций со ссылкой на Хибакуся. Это люди, которые пострадали от одной бомбардировки, так по-японски называются. Которые все говорили о том, что они недовольны, как прошел саммит в Хиросиме, поскольку вообще не было даже, собственно, картинки из музея, где Кисида водил вот этих своих гостей. Музей, посвященный атомной бомбардировке. Я уж не говорю о том, что Байден не извинился. Вообще все то, как он себя вел в парке мира, тоже вызывает какую-то смешанную, так сказать, реакцию, когда он там долго не мог понять, в какую сторону нужно повернуться, чтобы его сняли журналисты, а потом, значит, улыбался на фоне этого мемориала жертвам бомбардировки, которую устроили Соединенные Штаты. Ну, в общем, все это создает какое-то очень тягостное впечатление, так скажем. Но не извинялся он точно и не собирался извиняться. То есть для него это все вообще, как бы, а за что извиняться, да? А отказаться от ядерного оружия? Как может Америка отказаться от ядерного оружия, когда у них концепция прописана еще добавок и превентивный удар? Ну, в том-то и дело, да. И получается, что привезли в Хиросиму Байдена, значит, лидера страны, который бомбил этот город, да, и для того, чтобы он вместе с Кисидой, который, ну, грубо говоря, и сам из этого города, для того, чтобы обвинять, да, в ядерной угрозе Россию, которая, собственно, никак, ни разу... Они говорят о том, что Россия представляет сейчас главную опасность для всего мира. Кисидов с этой идеей носится. Говорят о том, что нужно ни в коем случае не допустить применение ядерного оружия России, хотя никто не удосуживается даже сказать, когда Россия и кому угрожало применение ядерного оружия, хотя вот рядом стоит Байден, который несколько раз уже признавал, что они готовы применить, в частности, на территории корейского полуострова. Да, если мы говорим о корейском полуострове, а Япония никак не отреагировала на такую бестактную фотографию, когда лидер Южной Кореи встречается с лидером Канады, и тот, типа, показывает свою разницу в росте, вот берет и так встает. Это вообще... Просто японцы люди тонкие, протоколы, ну, как-то совсем неуважительно, просто хамство какое-то. Ну, это все-таки Корея, да, тем более, что у японцев с корейцами тоже отношения, мягко говоря, не очень простые. Ну, да, любят северных корейцев, ненавидят южных, да. Учитывая, да, непростое прошлое историческое. Да у японцев как-то ни с кем простого прошлого нет. Да, да, мы все говорили, сейчас вся эта история с территориальным вопросом, она, естественно, уже отошла на задний план, но все время мы забываем о том, что территориальные претензии, территориальные проблемы у Японии есть со всеми соседями. Со всеми соседями, в том числе и с южнокорейцами, и с китайцами. И мы вот единственные, которые на протяжении определенного времени разговаривали с японцами из уважения к тому, что это наша соседняя страна, и нужно каким-то образом... Вот если есть какие-то вопросы, которые не решены, вот по их поводу нужно разговаривать. Поэтому вот это тоже нельзя забывать. Когда говорят все о том, что вот существуют проблемы южных Курил, нужно всегда помнить, что в Японии такие проблемы существуют. Множество. Но мы просто наивно зачем-то с ними говорили. А внутри Японии же никогда не было особой любви к России. Но если не выискивать клубы любителей русских песен, все-таки территория, как-то они это называют, северная территория, для них всегда была предметом политических торгов, мирного договора у нас, как я понимаю, так и нет. А сейчас Япония дошла уже до стадии, что можно ждать, когда они начнут поставлять оружие Украине. То есть что, идем опять к повторению войны с Японией? Но в этот раз уже заберем один из островов, которые предлагали товарищу Сталину. Знаете, говорить о том, что японцы как-то активно настроены против России, я бы не стал. Я бы хотел разделять нынешнее японское правительство и японский народ. Я, например, на бытовом уровне в общении с людьми за все время, за весь этот год с лишним ни разу не ощутил на себе какого-то негативного отношения со стороны обычных людей. Что касается того, что Япония сейчас изменяется, это действительно происходит, но происходит это, опять же, на уровне правительственных решений. То есть сейчас закладывается программа, которая через какое-то время начнет давать свои результаты. И японцы, в принципе, отличались всегда какой-то такой аполитичностью. То есть никогда не было, чтобы внешнеполитическая повестка как-то очень сильно влияла на рейтинг, предположим, правительство. Они не очень этим интересуются, их больше интересуют свои собственные проблемы. И нынешнее правительство, я так чувствую, этим пользуется откровенно, потому что принято решение, которое еще года два-три назад было невозможно себе представить. То есть чтобы Япония согласилась закупать наступательные вооружения. Я говорю о крылатых ракетах «Тамагам». Чтобы они повышали, то есть было объявлено, что с 1927 года Япония повышает военные расходы до 2% ВВП. Потом идет планомерная подготовка к тому, чтобы пересмотреть 9-ю статью Конституции, которая запрещает Японии иметь армию, именно поэтому японские вооруженные силы называются силами самообороны. То есть все идет к тому, что Японию готовят к какому-то новому этапу в истории страны. И я не думаю, что здесь речь идет о проекте. Который может оказаться хорошо забытым старым? То есть дух самурая пытаются возродить, который на протяжении стольких десятилетий изживали? Я это немножко по-другому вижу. Кстати, про самураев вот все говорят о том, что в Японии. Где же те самые самураи? Я просто хочу напомнить о том, что слово «самураи» происходит от слова, от неиспользуемого сейчас глагола «самурао», что означает «служить». Самураи – это человек, который служит. И все зависит от того, какого хозяина он себе изберет. Поэтому если смотреть с этой точки зрения, то этот дух никуда не делся. Просто хозяин у них сейчас другой. После того, как начался конфликт на Украине, случайно же все стали говорить о том, что следующим этапом может быть начало подготовки к войне вокруг Тайвана. То есть Украина для японцев все время, на протяжении всего СВО, ассоциируется с тем, что происходит ухудшение отношений между Китаем и Соединенными Штатами. И в зависимости от того, как закончится конфликт на Украине, можно будет судить о том, как будут развиваться отношения ситуации здесь. А Япония вступится на стороне Тайваня в боевые действия? Или может быть, наконец, Северная Корея надоест играть в морской бой, недолет-перелет, и они могут ведь один раз случайно попасть? Они же все время так запускают свои баллистические ракеты, что каждый раз у японцев сердце захолашивает. Ну да. Впечатление после того, как закончилась Вторая мировая война, у американцев была цель лишить Японию какого бы то ни было потенциала представлять угрозу Соединенным Штатам. Вот на протяжении 80 лет без малого японцы пользовались этим, в том числе для того, чтобы создавать вполне себе благоприятное экономическое развитие. Я думаю, что пришел момент сейчас, когда американцам уже не очень интересно иметь вот эту плюшевую беззубую Японию, ее нужно готовить для чего-то другого, но в данном случае так, чтобы они могли целиком и полностью контролировать ее действия. Я не думаю о том, что сейчас речь идет об отправке японских войск в Китай, на Тайвань в случае, если там произойдет какой-то конфликт, но, как мне кажется, Соединенные Штаты смотрят на то, как развивается ситуация вокруг Украины, делают какие-то выводы, и сейчас просто ведется какая-то подготовка. То есть они пытаются использовать время для того, чтобы избежать каких-то ситуаций, которые были там. Предположим, чтобы не нужно было резать по-живому, и не отрывать, не разрывать экономические связи России с Европой. И точно так же сейчас постепенно создаются какие-то условия для того, чтобы этот процесс, если вдруг произойдет, если вдруг возникнет такая необходимость, был гораздо более безболезненный, в том числе для японцев. Если произойдет конфликт, то очевидно, что США рассчитывают использовать Японию так же, как они сейчас используют Европу, для того, чтобы она... То есть война будет за их счет? За их счет, да. То есть вот это благополучное существование Японии 80-летнего, за это придется сейчас платить, да, потому что американцы никогда ничего не делают даром. И нынешнее японское правительство, я уж не знаю, понимает оно это или нет, но оно делает все для того, чтобы это произошло. А японский народ, мне кажется, это... Но это, по прошлой стороны, тенденцы в японском правительстве опять стали убивать. То есть сначала убили бывшего премьера, потом было такое странное действие, которое расценили как покушение на действующего. То есть что-то Япония вдруг возвращается к странным временам. Не скажу, что это якудзе, это было бы слишком просто, а затем это все японские слова, которые знает любой российский человек. Ну, здесь тоже это все очень... нельзя так однозначно. Это судить... последнее так называемое покушение, это вообще было что-то совершенно непонятное. Что-то пиаростное. Очень странная какая-то была эта история, о которой забыли уже на следующий день. То есть сейчас даже непонятно, что с этим человеком происходит. То есть что это было такое абсолютно непонятно. Как будто петарду человек бросил, она там взорвалась, не очень громко всех испугав, но никому не причинив никакого вреда. Все это совпало в том числе с тем, что готовился этот саммит «семерки». Кисида на протяжении последнего года уже скоро борется с низким рейтингом, который у него упал в августе прошлого года. И как-то вот... вот совпадение, не совпадение, не знаю. Не будем, так сказать, продолжать от себя делать какие-то выводы. Пусть все остальные делают их сами. Пусть делают сами. Но экономическая война с Россией идет в полный рост. Япония просто себе стреляет в ногу, потому что они столько лет инвестировали в Россию, а сейчас практически ставят запрет на все. При том, что экономика Японии отнюдь не в лучшем виде. То есть неужели никто из японской власти не способен даже сказать, ребят, ребят, почему мы бежим впереди паровоза? Да, вот японская власть сейчас у нас такая. Я много говорил с теми людьми, которые, ну, с болью, так сказать, смотрели на то, что происходит, как за год практически было уничтожено вообще все наследие, да. Остался там только этот Сахалинский проект несчастный, больше никаких, ну, по большому счету, нет у нас нормальных экономических отношений сейчас, ни в какой области. Они мне говорили о том, что вот в Японии пришли к власти так называемые западники. Это отдельные люди с определенным совершенно взглядом на вещи. Если говорить просто, проще, то это те, которые считают, что все, что выгодно Соединенным Штатам, выгодно Японии. Вот они, видимо, кладут на чашу весов вот экономические интересы и политические какие-то, конъюнктурные вещи, и считают, что вторая чаша весов перевершивает, что все это стоит, стоит того, что они делают. А там вообще кто-то считает последствия? Ну, вот просто, они спокойно понимают. Но мы... Ясно, что теперь больше нет никакого разговора о Курилах. Ясно, что если понадобится, мы там вообще разместим все, как мамы не горюй. То есть понятно, что если что, мы оттуда еще можем долбануть так, что мамы не горюй. Они в зоне прямого поражения. Или ноль мыслей в голове? Те люди, которые пришли сейчас к власти, они не думают об этом. Они не для этого здесь сейчас находятся. То есть когда придет время подсчитывать убытки, когда придет время оглядываться по сторонам и смотреть, что делать дальше, это будут делать не эти люди. Они не будут внести никакой ответственности за то, что сейчас происходит. Здравый смысл, да, подсказывает, естественно, да. Здравый смысл подсказывает, что нужно остановиться, в конце концов, посмотреть, оглянуться, что же вы делаете. Но нет тут этого здравого смысла. Я говорю, это как ситуация с этим Зеленским. Это же было какое-то просто помешательство. Понимаете, ну что... Зеленский там, Зеленский здесь. Ничего больше... Но куклы с ним уже выпустились. Как обсуждать. Да. Я думаю, что не за горами, да. В этот момент, когда он там в виде покемона какого-нибудь появится, да. Да. Ничему не удивлюсь. Время такое. Но я-то под санцами японскими, поэтому в Японию переехать не могу. Хотя Японию очень люблю, японская культура. Мне, конечно, очень интересно. Ну, и это переживем. Как советский человек, который долгие годы жил в стране, где были невыездные. То есть, ну, ничего страшного. Уже свое поездил. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Очень интересно. Сергей Мингажев, собственный корреспондент в ГТРК, а в Токио был в нашем эфире. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Михаил Леонидович Хазин к нам присоединился. Доброе утро, Михаил Леонидович. Как ты? Доброе утро. Да ничего, нормально. Свет у тебя такой летний, яркий, жизнеутверждающий, в отличие от американской экономики. Слушай, ну, понимаешь, американская экономика, может быть, там было бы и получше, но у них, как это называется, жизненная трагедия, поскольку у них нету головы. Да, это хорошо сказано. Вот, не, ну как, ну как, вот представь себе такой, значит, вот голем такой, могучий, крепкий, мышцы у него здоровые, может руками махать, может ногами топать, но головы нет. Вот это реальная проблема, потому что, ну вот смотри, есть две проблемы, которые нужно решить Соединенным Штатам Америки. Я сильно подозреваю, что это, собственно, главный вопрос, который задает Маккарти, спикер Палаты представителей, Байдену. Зачем он вообще Байдена вытащил на переговоры? Ну, ты себе представляешь... Он сегодня запустил обратный отчет, 10 дней до дефолта. Ну, это я понимаю, да. Я сейчас о другом. Ну, вот скажи, пожалуйста, ну вот смотри, представь себе на секундочку, что тебя, да, или меня посадить, беседовать про бюджет. Но мы же в этом ни хрена не понимаем, в деталях. Нет, тебя можно, ты в этом хорошо разбираешься, я точно не пойду. Я не пойду. Я не бюджет. Вот Мишка Делягин разбирается, я не разбираюсь. Ну, неважно, я, может быть, могу разобраться, если буду какое-то время это смотреть, но это достаточно долго. Так вот, но Байден-то точно не разбирается. Понимаешь, Байден точно не разбирается. Вот, и по этой причине у тебя картинка следующая. Значит, зачем его вытащили? А вытащили его потому, что надо дать ответ на два вопроса. Вопрос первый. Ставку мы поднимаем или опускаем? Это разные вопросы, то есть разные стратегии, но это стратегии. То есть, у тебя есть два варианта. У тебя высокая инфляция на фоне падающего уровня жизни населения и падающей экономики. Значит, есть два варианта. Вариант первый. Ты поднимаешь ставку, понимая, что это будет стоить падение уровня жизни, еще более сильного падения промышленности и так далее, и тому подобное. И после этого, когда ты, наконец, загоняешь инфляцию в требуемые 2%, ты начинаешь вытаскивать экономику. Но люди при этом бесятся. Вариант второй. Ты начинаешь поддерживать спрос, то есть поддерживать уровень жизни населения и направлять этот спрос на товары, произведенные в Соединенных Штатах Америки. И тогда у тебя начинается внутренний экономический рост, правда, непонятно когда, потому что пока внутренние производства американской падают. Но это два разных сценария. У каждого из них есть свои недостатки и свои, может быть, потенциальные достоинства, но которые требуют напряженной работы. В том числе, кстати, не Федерального резерва, потому что направлять спрос на продукцию американскую и поддерживать, соответственно, отечественного производителя, это не дело ФРС. Но это и то, и другое решение, оно политическое. Не может Пауэлл принять это решение. Он требует ответа у Белого дома, вверх или вниз. А сегодня, я думаю, что Маккарти требует ответа на этот вопрос у Байдена. Вопрос второй. Сегодня Соединенные Штаты Америки делают упор на свою политику в Европе. Они защищают Украину, они пытаются создать барьер от Финляндии до Турции. С Турцией у них проблемы, потому что третий участник выборов объявил о поддержке Эрдогана, и это означает, что с вероятностью 90% Эрдоган выиграет во втором туре. Но теоретически, пока он может проиграть, и как только он проиграет, немедленно мы получим полное закрытие границы с Турцией. То есть, закрытие авиасообщения, ну и так далее, и тому подобное. Но это еще не все. Еще надо поддерживать НАТО, еще надо снабжать Украину оружием, еще надо через своп-линии кредитной поддерживать ЕЦБ, Европейский Центробанк. С другой стороны, у тебя Китай, который нужно или сейчас ограничивать, то есть, не пускать его ни в Индийский океан, то есть, взрывать Бирму и Лаос, и, соответственно, в Тихий океан, то есть, строить дугу от Филиппин до Японии, через которую не прорвутся китайцы. И на все это денег нет. То есть, ты должен определиться, или ты будешь сидеть в Европе, но тогда вопрос, мы отпускаем Китай, тогда нужно снимать с него санкции и т.д. и т.п. Кроме того, если ты снимаешь с Китая санкции, то о какой поддержке национального производителя может идти речь китайские товары априори дешевле, потому что там нет страховок и т.д. и т.п. Значит, это вот вопрос. И на то, и на другое, и на Европу, и на Китай денег не хватит, ресурсов не хватит. И Маккарти говорит, определитесь, товарищ Байден, какая у вас стратегия? Туда или сюда? Если мы идем ограничивать Китай, то с точки зрения экономики и здравого смысла, это оптимальная стратегия для Соединенных Штатов Америки, то надо перестать тратить деньги на Европу. Это бред. Потому что толку от этого никакого нет. То есть надо прекращать финансировать. Надо прекращать финансировать Евроцентробанк, и пускай это евро рушится, это как бы никому не интересно, и прекращать возиться с Украиной. Беда состоит в том, что Байден не может принять решение. Он не может этого сделать. Ну, я думаю, там есть и личные мотивы, потому что коррупционные уши байденовской семейки, они и на Украине, и в Китае. И при этом, если Байден начнет обижать Китай, то уж Китаю-то ничего не стоит через разного рода структуры США всю эту информацию вытащить. Но у Маккарти железобетонный аргумент. Он говорит, ребята, мы не можем тратить деньги на все. Понимаешь, когда у тебя сокращаются доходы, то ты должен резать расходы. Но не так, чтобы всем структурным подразделениям дать по 0,8 тех расходов, которые им нужны. А так, что ты что-то закрываешь полностью, а высвободившиеся деньги направляешь в те структуры, которые тебе по зарезу нужны. Так вот, что по зарезу нужно Соединенным Штатам Америки? И что в этой ситуации можно закрыть? Вот, понимаешь, у тебя имеется, ну, грубо говоря, я так упрощаю, на самом деле, вилок был. Ну, вот, две основных. Ужесточаем кредитно-денежную политику, смягчаем. Основной упор на Китай, основной упор на Евросоюз. Ну, на Европу. Все. И это вопросы, которые Маккарти требует от Байдена дать ответ. И пока он ответа не получит, ты его не пробьешь. Потому что с демагогией, что вот, нехорошие человек, нехорошие республиканцы не дают людям получать деньги из бюджета, в данном случае не работает. Потому что эти вопросы, обращаю внимание, они пока вслух не озвучены. Хотя вот этой ночью Маккарти намекнул. Он сказал, что пока не будет финансовой стратегии, он не согласится поднимать лимит госдолга. Вот. А чего он хочет реально? Кто? Маккарти? Маккарти, да. Ну, мы же понимаем, что все равно сломается, все равно поднимет. Нет, нет. Он будет говорить. Рабинович, определитесь. Или крестик снимите, или трусы наденьте. Объясните нам. И по... Ну, Рабинович на это скажет. Вот у меня есть 14-я, и там какая статья, я могу это сделать без вас. И дальше начнутся долгие юридические разъяснения. А Жанет Елен уже устами своей помощницы вчера сказала, что применять 14-ю оправку тут нельзя. Незаконно. Да, но это не ее полномочия определять можно или нельзя. Она не судья Верховного суда. Это верно. Но у тебя, соответственно, все уже все поняли. Понимаешь, в Соединенных Штатах Америки вот эта вот такая вот прагматическая трезвость. Ты понимаешь, если бы Маккарти требовал от Байдена принятия некого решения, типа, уходи из Европы и лезь в Китай, то Байден мог бы сказать, а какое дело Маккарти, я решаю этот вопрос. Но он же увиливает вообще от ответа, понимаешь? То есть, Маккарти от него требует, чтобы была предъявлена стратегия. И вот тут американцы будут за. Ну, потому что логика ни мира, ни войны, армию распустить, как нам предлагал в свое время. Товарищ Троцкий. Товарищ Троцкий, да. Понимаешь, она для американцев недопустима. Кстати, обращаю твое внимание, что когда началась ситуация как бы на Украине, то американцы довольно быстро поняли, что высокоточным оружием одним не обойтись. Что нужны вот эти вот расходники, самые обычные, да, план по валу, снаряды, пушки, ну и так далее. И они для себя постановили, что они должны выпускать 3 миллиона в год обычных снарядов. Самых обычных. И что же ты думаешь? Год уже прошел с лишним. Нет снарядов. Нету. Потому что они... Неприятность какая? Неприятность какая. Они не могут этого сделать, потому что их система нынешняя бюджетная не дает возможность вкладываться эффективно в реальное производство. Знаешь, из-за чего? Я тебе объясню. Это все очень просто. Вот представь себе, да, у тебя 15 лет тому назад была сделана ставка на высокоточное оружие. Что такое высокоточное оружие? Каждое изделие очень дорогу. Их мало, но они дорогие, высокая маржинальность. А нужно восстанавливать производство другое. Когда ты производишь много, а маржа на каждом изделии маленькая. Для этого надо перестроить технологические цепочки. То есть, вложить денег. Но, поскольку у тебя высокая инфляция, вкладывая эти деньги, ты должен сегодня определить, сколько ты потратишь денег для того, чтобы это восстановить. Через полгода, через год, через полтора, через два. А у тебя официальная инфляция существенно ниже, чем реальная. Реальная инфляция у них где-то от 10 до 12 процентов. Что это значит? Это значит, что ты сделал четверть работы, пол работы, а деньги начинают заканчиваться. А эта же работа все-таки требует людей высокой квалификации. И когда ты перестаешь им платить зарплату, они уходят. И в результате работа встает. Понимаешь, не получается. А мысль о том, что зарплата специалистов в реальном секторе важнее, чем деньги всякого рода консультёрам и прочим, прости господи, искпертам, это в голове современного постмодернистского американского общества не укладывается. Понимаешь, невозможно себе это представить, что какой-то там е-инженер на производстве будет получать денег больше, чем консультант. И что ему надо увеличивать... Но это изменит сразу всей концепции, конечно. Ну, конечно. Вот у тебя в результате нету снарядов. И разные военные эксперты не наши говорят, что ребят, вы чего? Мы не можем сейчас воевать с Китаем. Потому что, если мы начнём эту войну, у нас через три месяца кончится... Неделю. За неделю, они сейчас говорят, кончится. То есть они ещё были пессивистичны. Ну, более пессивистичны. Делать... Ну, что делать? То есть, что тогда нужно? Бить ядерными ракетами по плотинам трёх ущелий это возможно. Но тогда, соответственно, ждите ядерного удара по Вашингтонску. Ну, то есть, вот... А они не верят, что это будет? Слушай, ты знаешь, верят, не верят. Эксперты-то военные вполне себе верят. Это политики могут... Да никто не верит, что мы что-то сделаем, потому что, смотри... Приседные китайцы. Ну, вот смотри, а сейчас Голландия говорит, что они, скорее всего, с первой страной, которая поставляет F-16. Ну и что, мы долбанём по Голландии, что ли? Нет? Богу ради. Ну, хорошо, но F-16. Мы добренькие. Мы добренькие, да. Но я тебе сейчас поговорю про внутренние проблемы Соединённых Штатов Америки. А ты обратил внимание, что вчера был исторический день, когда фейк, ну, сгенерированная в фотографии, там, образ взрыва у Пентагона привёл к тому, что курс, ну, что вся биржа просила на 0,3, а когда выяснилось, что это фейк, потом отросла. То есть теперь ещё появился новый способ зарабатывать бабки. Да, но ты понимаешь, что это намёк? Конечно. Прямой. Конечно, ребят, вы тут там, это самое, принимайте решение. Решение принимайте. Вот. И по этой причине у меня такое глубокое убеждение, вот, обратим внимание, Елен, которая явно совершенно, ну, как бы, но она не входит в личную команду Байдена, она всё время намекает, ребята, дефолт будет, дефолт будет, дефолт будет. Почему? Я про это уже говорил там ещё месяц тому назад, что для того, чтобы восстановить систему стратегического управления в Соединённых Штатах Америки, нужно событие масштаба там 11 сентября 2001 года. И сделать из дефолта такое событие, слушай, давай, правде в глаза, да, сам по себе этот технический дефолт никакой роли не играет. Абсолютно. Ну хорошо, ну произойдёт он, да, ну что-то недовыплатят, значит, ещё, ну то есть они будут жить по средствам. Но, как я как бы там читал, что пишут разные эксперты, они говорят, ну да, к сентябрю где-то будут какие-то проблемы. Раньше это чисто психологический аксеп, в котором страдают... Какой процент экономики зависит от психологии, мы что-то знаем? Это же... Много чего, да, но тем не менее. Но это, но его можно сделать, его можно сделать, особенно если его готовить как вот управляемый процесс. Что они там готовят, мы не знаем. Мы же не знаем, что готовили под 11 сентября 2001 года. Понятно, для чего его готовили. Вот это понятно. Я поэтому и написал 10 сентября, что я ожидаю, что-то, потому что летние данные экономические 2001 года были очень плохие, реальные, но их не показывали. И поэтому нужен был какой-то внешний фактор. Это не мы, это оно. Ну, то есть, как бы 11 сентября 2001 года это в некотором смысле аналог ковида. То есть, это внешний фактор, на который списали целую кучу проблем. Здесь спишут на дефолт. А замет, как ковид куда-то делся? Ну, а куда? Ну, все как бы... Он, как это, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Я, кстати, всем задаю вопрос молодым, откуда эта фраза? То есть, фразу про Мавра многие слышали, но никто не знает, откуда она. А ты помнишь, откуда? Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться? Но обычно это считалось, что Мавр у нас один, от Элла Ивановича. Это пьеса, заговор, фиеска в Гене. Да, но у нас-то обычно все это пытаются натянуть на един, на самого популярного Мавра всех временных народов, от Элла. Ну да. Считай, что сделал свое дело, это когда взял и задушил Дездемона, что неправда. Это неправда, да. Ну так вот, значит, нет, это пьеса, заговор, фиеска в Гене. Ну так вот, значит, но дело не в этом, а дело в том, что этот дефолт будет использован как инструмент для того, чтобы совершить некие действия по восстановлению системы стратегического управления. Мое глубокое убеждение, что правильная политика, еще раз говорю, это мое личное мнение, и я точно понимаю, что руководство Соединенных Штатов Америки, оно неинтересно. Но делать нужно так. Нужно, как это делал этот самый, господи, который был руководителем ФРС в конце 70-х. он умер, не надо, ладно, не важно. Нужно поднимать ставку сильно, не 5% делать, а 10-15%, а при этом надо списывать долги, особенно частные, ну просто тупо их списать. провести реструктуризацию банковской системы, перестать финансировать ЕЦБ и прочих разных паразитов, и все ресурсы военные направить на ограничение Китая. Вот это логика, которая мне понятна. Да, это страшная совершенно революция, да, это радикальные изменения, да, ну и разумеется любой ценой начать инвестировать в промышленность Аукуса, да, необходима реализация. Но я не понимаю, я не вижу людей, которые могут принять такое решение в США, то есть мне это просто... Николай Данилевич, спасибо тебе большое, так что...